Церковная миссия Церковная миссия Церковная миссия Миссионерство. Книга очень сложная, я вам признаю, что я шесть раз ее читал, для того, чтобы мне как-то... Бош, не Бош, Бош, да. Дэвид Бош «Преобразование миссионерства». Это первая книга на эту тему. И, конечно, есть очень большой доробок такой, напротивания, наработки такого известнейшего англиканского миссиолога, имя которого Лесли Ньюбиген. На наш язык, на русский язык, точнее, переведены несколько книг. Самая известная его книга, фундаментальная, это его лекции, которые он читал, называется она «Раскрытие тайны». Лесли Ньюбиген «Раскрытие тайны». Это, конечно, фундаментальный труд, если мы ее прочитаем, оно изменяет наше мышление очень существенно. Ну и буквально в прошлом году вышло еще две потрясающих работы. Это надо покупать, да? Дэвид Бош вы найдете. В электронном варианте Лесли Ньюбиген не уверен. А вот два современных исследователя, они недавно вышли только. Есть австралийская школа миссиологии, очень известная, и автор Алан Хирш. Книга называется «Забытые пути». Очень современный такой взгляд на миссиологическую экклезиологию. И недавно умер известный такой патриарх миссиологии в Америке, Менонит, Том Хиберт, извините, Пол Хиберт. Его книга называется «Культурная антропология. Помощь служителю Евангелия». Как раз прохладная эту книгу и издала, да? В 2013 году. Это четыре книги, которые, как мне кажется, очень помогут нам, и они доступны нам на русском языке, когда говорим мы об этой концепции. Прежде чем мы будем, друзья, идти дальше, я все-таки хотел бы начать со слова и прочитать всем известное. Среди нас тут миссиологи есть, поэтому я ощущаю всю ответственность. С другой стороны, понимая, что в миссиологии сегодня сколько ниш есть специфических, я к этой теме пришел, изучая миссиологическую экклезиологию пятидесятничества. Собственно, я книгу на эту тему пишу, это часть докторской диссертации по философии. Я изучаю соотношение понятий миссия и экклезия в пятидесятническом движении мировом и в пятидесятническом движении отечественном. Я прочитаю ключевой текст, это, собственно, великое поручение, как его назвали в истории церкви. 28 главы Евангелия от Матфея. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши Иисуса, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это текст, который очень часто читается, друзья, и меня здесь привлекает, вот с чего я хочу начать. Это то, что мы часто начинаем великое поручение словом «идите», да? Но из контекста видно, что великое поручение начинается словами «да нам не всякая власть на небе и на земле». Мы осознаем сегодня, что легитимность, законность нашего посланничества состоит в том, что ему дана всякая власть. Если бы ему вся власть не была дана, мы бы не могли проповедовать всюду. Наше посланничество не было легитимным. Но благодаря тому, что ему дана всякая власть на небе и на земле, наше посланничество, оно касается всех народов. И второй важный нюанс здесь, друзья, состоит в том, что когда мы говорим о том, что ему дана всякая власть, и он делегировал эту власть нам, мы несем людям весть благую. И первый пункт нашей благовестия состоит не в том, что они должны принять Иисуса и спастись. Самый первый пункт нашей благовестия – это то, что он Господь. Потому что у них логический вопрос. А почему я должен слушать именно его? Первый пункт благовестия – это провозглашение господства Христа. И мы понимаем, что ему не дано 51% власти, а дьяволу 49% власти. Мы понимаем, что ему дано 100% власть. Можете аминь на это сказать? 100% власти дано ему, и первый тезис нашего посланничества – он Господь. А второй тезис – уже провозглашение его сатириологической работы. Друзья, все вы знаете, что последние лет 5-7 мы наблюдаем спад в результатах наших миссионерских потух. Я сам с Днепропетровска, и мы проанализировали все года водных крещений, хотя это не обязательно основной показатель результата, но это один из показателей. Наше областное объединение в 2000 году крестило 741 человек. В 2000 году. В прошлом году, в 2013, мы крестили 168 людей. 741 и 168. Прошло 13 лет, и мы просчитали, что мы имеем в 4 раза спад количества крещеных. Имея такую статистику, мы, конечно, можем говорить о том, что Бог спасает людей, мы даже говорим о том, что интенсивность наших миссиологических действий сегодня выше, чем в 2000 году, но результаты налицо, и эта статистика заставляет нас рефлексировать, размышлять. Друзья, размышляя, я пришел к выводу, и назову сейчас 4, как мне кажется, причины, они не исчерпывают проблему, Почему мы имеем такой миссиологический кризис? Первая причина очевидна. Идеологический и мировоззренческий вакуум на постсоветском пространстве заполнен. В Украине 37 тысяч зарегистрированных религиозных организаций. Представляете, какая плотность религиозной среды? 37 тысяч религиозных организаций. Это почти одна организация на тысячу людей. Если тут живет чуть больше 40 миллионов, а еще есть 6 миллионов иммигрантов, или зарубичан, я к нам их скажу, то приблизительно на одну религиозную организацию приходится тысяча людей. На самом деле это прекрасный показатель. А если еще не зарегистрированы религиозные организации, тогда этот процент фактически будет очень большой. И в мире вы не так много мест найдете, где было бы такое соотношение. Одна религиозная организация на тысячу людей. С одной стороны, плотность религиозной среды высокая, с другой стороны, миссиологический потенциал этих религиозных организаций, он, к сожалению, не высвобожден. И количество религиозных организаций не свидетельствует о наличии пробуждения. Сейчас среди миссиологов есть дискуссия. Было ли в начале 90-х у нас пробуждение, или это просто было заполнение идеологического и мировоззренческого вакуума, который существовал. И одной точки зрения нет. Итак, первая предпосылка, почему это угасло, почему мы видим такую статистику, это заполнение вакуума. Вторая, важная предпосылка, друзья, это то, что мы называем несоответствие миссионерских стратегий и общественного запроса. Несоответствие миссионерских стратегий и общественного запроса. Мы, многие евангельские церкви, сегодня отвечаем обществу на вчерашний вопрос. Общество задавало нам вопрос, мы пока рефлексировали и поразмышляли, сегодня даем ответ, а у общества уже новые вопросы родились. Кто-то из миссиологов сказал, если бы на постсоветском пространстве в 98-м году мы использовали те методы, которые мы используем в 2013-м, это бы повлекло за собой огромный результат. Но мы отвечаем на вчерашние вопросы. А почему мы отвечаем на вчерашние вопросы? Потому что мы достаточно консервативны в восприятии окружающей среды. Мы не успеваем рефлексировать. Динамика жизни, интенсивность жизни, насколько большая. И мы еще апеллируем к тому, что мы не сиюминутная организация, мы мыслим принципиальными категориями. И соотношение вечного и сиюминутного в миссиологии приобретает особое соприкосновение. И нам не так просто. Мы вспоминаем Барта, который говорил о том, что надо в правой руке держать Библию, а в левой сегодняшнюю газету. И каким-то образом соотносить вот эти категории. Но то, что ныне церковь, к сожалению, часто отвечает на вчерашние вопросы, и мы видим несоответствие миссионерских стратегий и запроса общественного, это факт, и это одна из причин миссиологического упадка, который мы наблюдаем в качественных характеристиках. Третья причина, это, конечно же, игнорирование контекстуализации. Это одна из ключевых ошибок, которые допускает евангельское движение сегодня на постсоветском пространстве. Знаете, мы сегодня имеем, конечно, несколько составляющих в нашем евангельском движении. Есть традиция, которая вытекла из сектантских образований православной церкви, католической, а есть западные элементы, которые сюда пришли. Вот сегодня мы пели песни с утра, они были украинские, очень хорошие, но они все были переведены, насколько я знаю. И они звучали неплохо в тексте, но их преподнесение, оно игнорировало отечественный контекст. Я когда-то был в Беларуси, и там был концерт. Приехал один доктор искусств, интересный американский человек, и он слушал эти песни, и потом он сказал о том, что я разочарован, потому что, приехав на постсоветское пространство, я хотел услышать этническое украинское поклонение, этническое белорусское поклонение, этническое русское поклонение. Вместо того, говорит, я услышал английские песни, которые переведены на русский язык. И он говорит, что вы должны понимать, что это чувства американца, и они могут диссернировать вашим чувством. Мало того, он говорит, что вы этим затормаживаете творческий потенциал вашего контекста, и эти песни будут непонятны людям, которые вас окружают. Это только маленький пример, где мы видим сегодня игнорирование контекста. И для православного людо мы видим вот эти проблемы. Я сейчас во Львове живу один год, я видел такую картину интересную, пастор, очень молодой человек, в черной футболке, в джинсах и в кроссовках взялся сочетывать одну пару молодую греко-католического происхождения, там они евангельские, а родители, их вся семья греко-католики. Им сказали, что их в церкви сочетают. А этот пастор молодой вышел с айпадом в таком виде, и заходит человек 100 греко-католиков, такие поважние, все такие в костюмах, и они ожидают, что сейчас священник сочетает вот эту пару. У них такое мышление львовское и так далее. И тут они видят молодого человека с такой прической сверх вверх, они видят его в футболке в черной, в этом всем виде, и у них шок, у них вопрос, это священнослужитель? Или кто это такой? И им очень сложно воспринять, а там еще я знаю, что там пришли кандидаты наук, некоторые люди очень уважаемые, и они видят вот эту всю картину. И я смотрю, и я вижу, что это игнорирование контекста, которое потом складывает о евангельских церквях определенное мнение. Особенно, когда вы во Львове немножко проживете, вы поймете, насколько это там важно, зайти в правильной одежде, или обернуть послание в ту обвертку, которая будет релевантна, которая будет понятна для того контекста. Четвертая причина, все мы знаем ее, то, что называется постмодернистский вызов, челлендж постмодернистский, когда мы говорим о том, что постмодернизм, как господствующая парадигма, она разбила наше мировоззрение на фрагменты, она децентрализовала эти фрагменты, универсальные законы отброшены, разум не считается, собственно, критерием для расщепления каких-то истин, и фактически наша миссиология, которая часто формировалась в модернистских условиях, она терпит серьезный вызов. Кто-то, люди смотрят в окошко, и говорят, ты смотришь в свое окошко, я в свое. Ты прав по-своему, я прав по-своему. Главная проблема, чтобы ты мне не навязывал картинку со своего окошка, потому что у меня свой опыт, я прошел свои перекрестки жизни. Универсальной истины нет, все относительно, и мы можем только фрагментарно созерцать мир, мы можем складывать это в общую картинку, главное, чтобы какая-то часть картинки не была выше приподнята над другими картинками. И вот это такое горизонтальное мышление. С одной стороны, это реакция на то, что было в модернизме. С другой стороны, мы понимаем, что это вызов миссиологический для нас. И нам достаточно сложно. Как с этим быть? Друзья, я думаю, что это четыре причины. Есть другие причины. В Дэвида Боша вы прочитаете, там более глубокие причины. Он говорит о развитии науки, о провозглашении миссионерской вести с позиции колониализма. Одной из ключевых проблем, которая возникла, и в 20 век показал эту проблему, хотя она была еще и раньше. Но для нашего контекста, мне кажется, вот эти четыре основополагающие. Мы сказали о том, что вакуум заполнен, и плотность религиозных организаций очень высока. Многие люди воспринимают борьбу за души как определенную конкуренцию. Второе, это несоответствие стратегий миссионерских и потребностей человека, запросов общественных. Третье, мы сказали о игнорировании контекста, который часто присутствует. И четвертое, это постмодернистские вызовы, о которых можно много говорить. Это не только вызовы, это еще время больших возможностей. Об этом мы также чуть-чуть позже поговорим. Друзья, в нашем контексте, и вот я думаю, Чарли может это подтвердить, как-то так сложилось, что в миссиологии вы найдете карибскую миссиологию, тайскую миссиологию, мадагаскарская миссиология. Но почему-то за 20 с лишним лет нету славянской миссиологической парадигмы, чтобы кто-то ее выработал. Понятно, касательно славян, они выживали 60 лет, евангельские верующие боролись за свою идентичность, и 60 лет там стоял вопрос не о том, как повлиять, а как, собственно, выжить. И потом появился вот этот знаменитый в 60-е годы, эта знаменитая фраза, на украинском она очень колоритно звучит. Есть широкий шлях, по якому идут все люди, есть узкий шлях, по якому идут все христиане, а на узком шляху есть узенька стежка, по якому идет наше незареєстроване братство, а по якому идет наше незареєстроване братство. То есть вот такая миссиология, которая была тогда выжить, причем сузить себе дорогу, и вот эти все метафоры верного остатка, другие метафоры, они просто так появились, друзья. В 1929 году ВУЦВК 8 апреля приняло постановление о том, чтобы ограничить все религиозные сообщества в удовлетворении их потребностей религиозных пределами культового сооружения. В 1929 году было принято это постановление, оно было спущено к церквям, и церкви через несколько десятилетий это постановление уже не воспринимали как то, что большевики спустили, а это стало частью мышления. Мышление, которое будет достаточно узким. Еще раз, постановление состояло в том, что религиозные потребности можно удовлетворять только в пределах религиозного культового сооружения. Вот это православное видение мира, когда есть жизнь в культовом сооружении, духовная жизнь, а есть другая жизнь, это две параллели, которые никогда не пересекаются. Оно насколько вошло в плоди кров, друзья, нашей церкви, что мы вот на Днепропетровщине проводим уже сколько лет эксперимент, заканчивается утреннее воскресное служение, и мы говорим людям, наше собрание закончено, а наше служение только начинается. И для многих это насколько сложно. Почему? Потому что эта система дала результат. Система, которая провозглашала, что именно в культовом сооружении твое христианство. А мы сегодня учим, что твое хождение перед Богом не воскресенье определяет, а твои понедельники и вторники. Люди стали слишком церковно-центричны, даже на сооружениях сфокусированы. Это, конечно, отображение того религиозного контекста, в котором мы находимся. Но вот этот момент, он очень сильно стал раздражителем, который есть. И людям не так просто воспринять. Они говорят о том, что они служат Богу только в воскресенье, все остальные дни. Это для других потребностей. И вот эти старые псалмы, там, песнь Возрождения 712, будем ждать мы воскресенья, чтобы опять прийти и услышать наставление, как себя вести. Помните эти песни? Мирно-тихо, мирно-тихо, мы домой пойдем, все благие наставления, сердце мы возьмем. То есть, это песни, которые родились в тех условиях, когда церковь выживала, и она не могла представлять какой-то другой миссиологии, и было очень сложно. Мне не совсем понятно, почему внешние миссиологи не смогли создать здесь специфической миссиологической парадигмы. Может, Чарли нам ответит на этот вопрос, а может, это есть, и мы не знаем этого, что-то уже написано для нас. Но, насколько я знаю, ни американские, ни другие миссионеры не создали какой-то типичной славянской миссиологической парадигмы, с помощью которой мы могли бы сегодня двигаться. Я несколько буквально моментов, потому что времени не так много, прежде всего тезисы или понятия. Все вы знаете, что слово миссия происходит от латинского слова «митеры», и в переводе оно означает «посылать» или «быть посланы». До XVIII века в богословии это слово применялось только касательно тринитарных отношений. И эти тринитарные отношения выражались в том, что отец послал, то есть «митеры», сына своего на землю, а потом отец и сын послал Святого Духа на землю. С XVIII века это слово «митеры» начинают употреблять касательно посланничества церкви, как третьего акта миссии Бога. Отец послал сына, отец, сын, Дух Святой приходит, второй акт, и третий акт это посланничество церкви. Святая Троица посылает церковь. Друзья, когда мы сегодня говорим о миссиологии, мы понимаем, что миссиология это часть христианской теологии, которая созерцает мир через призму его присоединения к христианской вере. Вот это достаточно корректное определение, мне очень нравится. Миссиология это часть христианской теологии, которая видит мир через призму его присоединения, заметьте, не к церкви, а к христианской вере. Тут, конечно, можно много дискутировать. И когда мы смотрим на миссиологию, миссиология смотрит в мир. Для советского времени такое определение, как вы понимаете, было достаточно чуждым. Я не знаю, нет у нас доски. Мы раньше как рисовали? Обычно я такой большой, я круг, потом такая церковь в моей жизни среднего, а мир вот такой маленький. Я мои потребности, Господь мне удовлетворяет, мои потребности религиозные, другие. Церковь я там нахожусь, а мир там не прикасается и так дальше и тому подобное. Я сейчас, конечно, упрощаю, утрирую. Теперь мы перерисовываем эту схему и мы говорим, что я такой маленький. Что такое церковь? Церковь – это собрание маленьких я. Как вам такое определение? Церковь – это собрание маленьких я. Церковь – это побольше круг, потому что маленькие я находятся в церкви. А вот эта церковь находится где? В самом большом круге, который называется мир. Мир – это среда, в которой совершается миссия Бога. Церковь находится в мире, но она не от мира. При этом цель церкви – не спасение от мира, а спасение мира. Не спасение от мира, а спасение мира. В 60-е и 70-е годы была, конечно, другая миссиологическая установка. Сегодня, я помню, когда в 62-м, вот читал эти документы в архивах, когда в 62-м баптисты, реагируя на то, что произошло там у них раскол, они разрешили читать Достоевского, Тургенева, они разрешили читать еще несколько русских классиков. И как нерегистрированные пятидесятники на это отреагировали, как они возмутились вот этому факту, что можно читать, оказывается, вот этих там Толстого и так дальше. Была целая, целая была документальная такая интенсификация этого всего, как и шла реакция. Но Карьев сказал, что мы будем читать русскую классику, и для многих это воспринималось как что-то абсолютно чуждое. Сегодня такие вопросы не стоят, поэтому мы говорим о том, что церковь, она не от мира спасается, по большому счету, а она мир спасает. Когда мы дальше идем, друзья, мы говорим о том, что миссия, по большому счету, она церкви не принадлежит. Мы говорим о том, что миссия, она принадлежит Богу. По большому счету, миссия – это самовыражение Бога во Христе. Очень емкое и интересное определение. Миссия – это самовыражение Бога во Христе. Мы говорим о том, что Бог во Христе максимально приблизился к человеку. И это произошло, как миссиологи говорят, с помощью воплощения. Я помню этот рассказ в воскресной школе о том, как учительница нас учила, что человек пахал поле на тракторе и на этом поле нашел муравейник. И он думал, а он любил природу, натуралистом был, и он думал, как объяснить этим мурахам, чтобы они убирались оттуда. И он думал, думал, и потом он пришел к выводу, что у него не получится им никак объяснить, как только не вомурашившись. То есть он должен стать таким же для того, чтобы объяснить, чтобы они не уходили, чтобы плух не зацепил вот этот муравейник. И мы, читая Евреям 1 главу и другие тексты, мы видим, что Бог во Христе максимально приблизился к человеку, Бога миссионерское сердце, Бог первый миссионер, и благодаря его действию, его выражению, Сын Божий приходит на эту землю. Когда мы дальше углубляемся, друзья, мы замечаем, что, к сожалению, история церкви во многом извращает принцип Божьей миссии, потому что церковь на определенном этапе присваивает миссию себе. А мы сегодня говорим, что церковь, она подчинена миссии. Миссионерское служение это не одно из служений церкви, а фундаментальная причина ее существования. Это ключевой тезис, который я хотел бы сегодня утвердить. Миссионерское служение это не одно из служений церкви, есть одно служение, второе, третье, а есть и миссионерское служение где-то. Миссионерское служение это принципиальная причина, фундаментальная причина существования церкви. Если бы не было великого поручения, нужна ли была бы на земле церковь? Лесли Нюбиген вот этот вопрос задает. Если бы не было великого поручения, зачем бы нужна была церковь? И мы понимаем, что миссионерское служение должно охватывать всю церковь. И вопрос или тезис, который сегодня мы говорим, церковь посылает миссионеров, он не верен сам по себе, а не верен, потому что церковь не может посылать миссионеров, она сама послана, она вся послана. И раз церковь вся послана, каким образом она может посылать миссионеров? У нас есть тут две проблемы, я увидел, друзья, в нашем контексте. Первое, у нас обычно слово миссия связывают с какой-то организацией. Вот есть организация, которая занимается миссией. По большому счету, что такое миссии? Миссии – это организационные формы, которые учреждает церковь с помощью, с целью улучшения или повышения эффективности миссионерского служения. Но миссию Бога нельзя отождествить с миссией как организации определенной, она намного шире. Вторая наша проблема, друзья, мы очень часто отождествляем понятие миссии и евангелизации. Но мы ясно должны понимать, что евангелизация – это только маленькая часть миссии. Что такое евангелизация? Это вербальная передача свидетельства о Христе людям, которые его не знают. И это только маленькая часть миссии, потому что, когда мы включаемся вербально, это уже на определенном этапе нашего миссионерского стратегического плана. вот эта беда, когда мы вербально только работаем, вот она характерна для некоторых течений, которые встречают незнакомцев на улице сегодня, они думают, или молодежь, которая в село поехала, она отпела два часа, и сегодня она думает, что вот эти два часа весь, она уехала, и весь, это же сверхъестественная вещь, она делает какие-то сверхъестественные вещи там. А мы уехали, и весь там что-то, что-то уже совершает, уже институционализирует какую-то организацию. Это не так. Сегодня вестей так много звучит, друзья, что мы не можем претендовать на то, что приехал, провозгласивый уехал, что-то автоматически произойдет. Евангелизация – это только маленькая часть большой миссионерской стратегии, и эти вещи мы тоже не имеем права путать. Есть другие, друзья, моменты, но мне кажется, что когда мы хотим сегодня высвободить потенциал церкви для миссии, мы должны начать с того, что нам придется читать Писание миссиологически. Есть такой взгляд, и даже Дэвид Божий его отстаивает, что Ветхий Завет мы не можем читать миссиологически. Не совсем можно с этим согласиться, потому что в Ветхом Завете мы все-таки видим пересечение границ религиозных, социальных и географических. 11 глав книги «Бытие» посвящено всему миру. Они не посвящены только Израиль. Когда мы дальше видим избрание Авраама, Бог избрал Авраама не для того, чтобы его выделить, а чтобы через Авраама благословить кого? Все народы. То есть Божий принцип, Бог выбирает одного, чтобы благословить других. Когда мы читаем об избрании Израиля, и потом смотрим Исход 19, Исайя 42, Исайя 49, мы видим, что Бог избрал Израиля не для того, чтобы подчеркнуть его идентичность, но чтобы Израиль явил ценности Яхве культурам, которые его окружали. Но что интересно и парадоксально, вместо того, чтобы явить ценности Яхве культурам, Израиль заимствовал чужие ценности, не совершая миссии Бога. Очень интересно, что даже в эпоху Соломона вершина цивилизационного развития Израиля, Израиль в конце его правления, монархии, он заимствует ценности других народов. Но, посмотрите, как парадоксально смотрится в Писании израильский плен. Каждый раз, когда описывается плен, и они сталкиваются, Гегель бы сказал, с антитезисом, у них совсем другая реакция. Конечно, о плене Иосифа можно рассуждать. Сегодня есть много литературы, которые говорят о том, что Иосиф заимствовал часть мировоззрения Египта. Я не буду сейчас в эту тему лезть, но мне интересен плен, плен вот этой девочки, которая израильско-сирийские отношения приводит на новый уровень. И очень интересен плен четырех отроков из книги Даниила, которые не принимают новый мировоззренческий порядок, которые отказываются, полагают. Там написано, Даниил положил в сердце своем. Это еврейское слово Шим. Даниил положил в своем сердце не оскверняться. Раньше написано и переименовал, и снова же еврейское слово Шим. Начальник Евнухов, он положил их переименовать, а он, Даниил, положил другое. Я заметил, что в наших церквях, друзья, мы знаем трех друзей Даниила только по-вавилонски. Сидрах, Месах и Авдинава. Друзья, кто может мне процитировать еврейские имена сейчас этих людей? А нам не неси глаза. Спасибо, вот вы настоящий, да? Потому что, когда мы анализируем их имена, это что они сделали с самым лучшим славянским именем Месаил или Михаил, мне кажется, это лучшее славянское имя. Это имя Михаил, оно означает, кто таков Бог или равный Богу, они его назвали Месах. Месах в переводе значит баран. Отображение зооморфического божества халдейского мира. То есть переименование в этой книге означало смену мировоззренческой парадигмы, которые проходили вот эти отроки. Но они повлияли на Вавилон больше, чем Израиль в вершину своего цивилизационного развития. Еще раз, Израиль, как нация, не совершил миссии Бога. Вместо того, чтобы эти ценности распространить по миру, они заимствовали чужие ценности. Но находясь в плену и сталкиваясь с антитезисом, они вдруг, благодаря тому, что они что-то вот шим положили в свое сердце, они этим смогли повлиять на окружающую среду. И на выходном мусор пишет указ. Всякий, кто будет хулить имя таких-то и таких-то, он будет изрублен на куски. И так дальше. То есть в Ветхом Завете мы видим элементы миссиологии. Тут можно, конечно, дискутировать на эту тему. Но когда мы приходим в Новый Завет, друзья, вот здесь начинается самое интересное. Мы, конечно, вот я в писяднической среде рос, и я всегда чувствовал недостаток, особенно, когда уже начал читать литературу, молиться больше. Как-то вот советское время оказало влияние на писяднические церкви в том плане, что они крещение Духом Святым со знамением языков очень часто выводились с миссиологического контекста. Оно там давалось для созидания и так далее, и тому подобное. Но, читая Новый Завет, я для себя обнаружил, друзья, что действие Духа в Новом Завете, оно имеет намного более глубокие проявления, чем просто говорение на языках. Мне кажется, что ранняя церковь, или пневмоцентризм, говоря богословским языком, ранняя церковь, он влиял как минимум на пять сфер. Я обращаю ваше внимание. Первое. Пневмоцентризм первоапостольской церкви влиял на миссиологическое посланничество. Для первоапостольской церкви количество крещенных Святым Духом и количество миссионеров должно быть одинаковым. Это то, что раннее пьесятничество снова поставило на порядок Денны. Почему в наших общинах количество крещенных Святым Духом меньше, или больше, точнее, чем количество миссионеров? Под миссионерством я сейчас не понимаю географии. Мы дальше еще скажем, что миссионерство по большому счету это способ присутствия церкви в мире. И в современных условиях слово идите менее актуально, чем слово научите. Но вопрос другой. Вопрос в том, почему в общинах пятидесятников количество говорящих на языках больше, чем количество миссионеров? То есть людей, которые выбрали такой способ присутствия в этом обществе, который бы максимально являл Христа миром. Для первоапостольской церкви пневмоцентризм это прежде всего миссионерская активность. Плюс там, конечно, чудеса и знамения сопровождали. В Деяниях Апостолов описано приблизительно семьдесят девять случаев, чудес и знамений, которые сопровождали миссии. Второе, в чем проявлялась пневмоцентризм, это, конечно же, формирование коинонии, горизонтальной организации. Почему? Потому что мы сегодня учим, что первоапостольская церковь это конфедерация свободных общин, объединенных общим вероучением и целью своего существования. Это позже она станет уже вертикальной. Это позже монархический епископат будет влиять через гонение и через ереси. Эти два фактора заставили церковь поставить определенную вертикальную составляющую. Но вначале миссиологический фактор церкви вместе с пневмоцентризмом, он позволял церкви быть достаточно горизонтальной. В 20 веке когда пятидесятничество возродит как ему казалось, как нам кажется переживание первоапостольской церкви, вот Воронаев Иоанн Ефимович кроме руководства церкви рукополагал на служение союзных благовестников и союзных благовестниц. У него было 30 благовестников и 5 благовестниц. У них были особые функции, что они совершали, какие они права имели. Вот я статью на эту тему написал. И вывод у меня какой, друзья, что вот эти, вот эти, этот институт союзных благовестников, он децентрализовал организацию. Когда этот институт исчез, мы видим в 50-е годы монархический епископат начинает торжествовать. Хотя понятно, что он возникает в тех же условиях гонений и развивается в тех же условиях ересей. И для того, чтобы подчеркнуть собственную идентичность, пятидесятники в 50-х годах пневматологические особенности своего учения вводят в сатириологическую плоскость. И потом мы получим эту фразу. Не говоришь на языках, значит, ты не просто не миссионер, ты даже не спасен. И вот эти метафоры, типа, рождение свыше, это зарубежный паспорт. Но ты не можешь только с зарубежным паспортом въехать в Америку. Тебе надо что? Надо виза. А говорение на языках, это уже виза в зарубежном паспорте. Поэтому, кто на языках не говорит, понятно, что это очень примитивная интерпретация пневмоцентрических действий, которые мы видим в Писании. Но, моя мысль, друзья, что пневмоцентризм влиял на кайнонию. И здесь надо ясно осознавать нам, что кайнония, как горизонтальная общность, у нее высвобожден творческий потенциал. Монархический епископат парализует творческий потенциал Церкви. Об этом говорит история Церкви. И наша задача сегодня, конечно, молиться о том, чтобы творческий потенциал всей Церкви был высвобожден. В таком случае она может быть миссионерской. Я вот не совсем верю в то, что жесткая епископальная Церковь может быть миссионерской во все ее проявлениях. Третье, в чем пневмоцентризм влиял на первоапостольскую Церковь, это связано с миссиологией, это, конечно, на острое эсхатологическое ожидание. Острое эсхатологическое ожидание. Даже канон не собирались формировать Нового Завета. Тоже, как ранние пиесятники, были скорее евангелистами, чем богословами. Они скорее писали трактаты маленькие, чем большие богословские труды. Они не думали о будущем, они думали о сегодняшнем. И острое эсхатологическое ожидание мобилизировало их. Друзья, в этом есть много плюсов, но есть и минусы. Если перед вами много работы, а мало времени, обычно вы такую работу как делаете? Конь пахал много, но не глубоко. И вот здесь есть проблема. Ну, как-то можно и рукава как-то держать, но человек видит, сколько работы, и он не будет углубляться. Когда мы в остром эсхатологическом ожидании, это мобилизирует нас. Но, к сожалению, это не позволяет нам работать на поколение вперед. но меня интересует еще один момент, что пневмоцентризм и острое эсхатологическое ожидание, оно породило специфическое отношение к материальным вещам. По большому счету, в Новом Завете мы видим, что материальные вещи рассматривались как средства для достижения миссии. Они смотрели на материальные вещи не как самоцель, а как средства для достижения миссии. Кто-то даже предположил, что, возможно, отсюда был один из истоков гностицизма, который материю очень сильно унизил, и получилось очень диспропорциональное учение. Но я вот смотрю на это все и думаю, вот, например, у них было то, что мы называем на украинском усуспильнение майна, об обществлении имущества. Об обществлении имущества мы можем говорить, что любовь их двигала, мы можем говорить, что боясь гонений и конфискации имущества их двигала, лучше я принесу это к ногам апостолам, чем придут какие-то но кроме этого мы понимаем, что их взглядно материальные вещи было в том, что материальные вещи ввиду скорого прихода Христа в их глазах девальвировали. Когда мы покупаем дом и знаем, что он будет стоять сто лет, цена на дом будет одна. Но когда мы знаем, что этот дом простоит два года, цена на дом резко девальвируется. Взглядно материальные вещи под воздействием эсхатологических ожиданий он меняется. Я часто рассказываю у нас в Днепропетровске одна церковь в 90-е провела последний эксперимент по обществлению имущества. Эта церковь только возникла, такая братская любовь была, и они решили, думают, Боже, вот у нас насчитали частных машин 15 машин в церкви. 15 машин, властник машины, как властник, собственник автомобиля на работе, а что его машина в гараже стоит? Наши сестры хотят поехать в соседнее село. посетить кого-то, другие в детский дом хотят поехать. Поэтому они большой любви, таком понимании, они решили на каждую, а помните, это древние времена были, когда еще были доверенности. Сейчас уже мы должны поблагодарить Господа, что в Украине нету доверенности, вот это архаичного пережитка. Это так было много. У меня, я Михаил Михайлович, у меня отец тоже Михаил Михайлович, я ездил по его техпаспорту, долгое время, вот грешил, пока меня милиционер один не взял и не пробил мои документы. И тогда меня еще штрафовали за то, что я ездил по доверенности своего сца, а там не было написано год его. Все совпадало, фамилия, имя, отчество, и я даже потерпел на этом. Поэтому я особо благодарю Бога, что сегодня нет доверенности. И эта церковь выписала на каждый автомобиль по максимальной количеству доверенности, и пока собственник автомобиля на работе, его машина находилась в миссиологическом столкновении. То есть они направлялись на какое-то миссионерское служение, но эксперимент продержался полтора года, друзья. Как вы думаете, почему они отказались от всего своего эксперимента? Через полтора года собственники автомобилей возопили к небу. Почему? Потому что два мировоззрения столкнулись. Первое мировоззрение. Я нахожусь в остром эсхатологическом ожидании. Я спешу. Если вы ездили на эмогализацию, я знаю, когда мы ездили на эмогализацию, мы всегда спешили. Мы всегда жали на газ, мы всегда не смотрели на дорогу, мы всегда опаздывали. И тот, кто за рулем находится в миссионерском столкновении, тот, конечно, не смотрел на автомобиль. А собственник автомобиля, друзья, он надеялся на этом автомобиле ездить в тысячелетнем царстве. То есть его видение было в том, что этот автомобиль еще послужит. И потом два вот этих мировоззрения, они столкнулись, и церковь отказалась от такого подхода. Но сегодня мы видим другое, когда многие в церквях, особенно в славянских, это заметно, они материальную сферу провозгласили самоцелью, провозгласили не формально, а реальную жизнь, и они не смотрят на материальные вещи как на средства достижения миссии. Чем новее дом, тем больше гарантий, что там ячейка проводиться не будет. Я знаю таких, один, нас там в Запорожье, он, квартира была старая у него, и там постоянно были ячейки, постоянно. Купил он пятикомнатную квартиру, сделал ремонт, он говорит, братья и сестры, ну я же не могу, я же не могу теперь в такой квартире проводить ячейку. Такая квартира. И потом закончилось все плохо для него, извините, там его маленький мальчик взял, написал прямо посредине зала, там такой запах пошел, и это для него было вразумление. Он в церковь пришел нашу, говорит, братья, извините, пожалуйста, Бог вразумил таким образом. Я никого не допускал, потому что это же все новое. То есть вот здесь срабатывают многие составляющие. Я вот помню, тоже учительница воскресной школы рассказывает, что свинья кушала абрикосы под деревом, и когда все абрикосы съела, она начала рыть землю в поисках новых абрикос. Она же не знала, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенности свыше не сходит. То есть абрикосы сверху падают. Вот нынешняя проблема церкви. Многие люди в церквях, к сожалению, большому, они заземляются и материальные вещи делают самоцелью, тогда, когда в первоапостольской церкви материальные вещи это было средство достижения миссии. Это вещи, которые позволяли им иметь миссиологическое столкновение. Это было средство, это не была цель. И, наконец, пятое, как влиял пневмоцентризм ранней церкви на их поведение, он влиял на их поведение во время испытаний. Когда мы читаем вот это слово «и будете мне свидетелями», мы знаем, что на греческом это слово «мортир», то есть «вы будете мне мучениками», и Дух Святой сошел на них, потому что христианство родилось во вражеских идеологических условиях, и во время вот этого давления их присутствие Духа давало им стержень для того, чтобы не поддаться, не прогнуться и не пойти на компромисс. В 20-х годах, когда возродилось писядническое движение в Украине, во многих местах Дух Святой сходит, и одна из причин, почему он сходит именно в 20-е годы, он готовит церковь к гонениям 30-х годов. В нашей церкви 124 года, и я исследовал судьбы 287 человек, которые приняли крещение Духа, и 24 человека, которые не приняли. Когда пришли 30-е годы, ни один из 24-х людей, которые не приняли, причем заняли такую позицию, там декларацию подписали, антиписяническую, и все они не устояли в гонениях 30-х годов. С 287 человек, некоторые тоже не устояли, но большинство устояли, и когда я исследовал по местных церквей другие истории, я увидел, что Дух Святой сходит в 20-е, готовя церковь к испытаниям 30-х. Бог заботится о церкви, чтобы она под влиянием сталинских репрессий не потеряла свои идентичности и свои силы. Итак, друзья, пневмоцентризм первоапостольской церкви это не просто языки. Прежде всего, это миссия, это вот эта энергия, которая не дает возможности расслабиться, которая двигает человека. Второе, это кайнония, горизонталь, которая высвобождает миссионерский потенциал церкви. Третье, это острое эсхатологическое ожидание, которое не позволяет вот этот план где-то назад забросить, потому что ощущение того, что время теряется. Четвертое, это особый взгляд на материальные вещи, которые девальвируются. И пятое, это готовность принять испытания под воздействием вот этого давления. Друзья, когда мы сегодня говорим, я вот еще, что я успеваю сказать, большинство ученых сегодня говорят, что по большому счету великое поручение мы должны читать, понимая, что четыре глагола и только один из них в повелительном наклонении, в то время, как три других глагола, ой, как это, действенный способ, наклонение, действительное наклонение, да, то есть мы буквально читаем его так, когда вы идете, научите, крестя и продолжая учить. Вот сегодня нету такой большой актуальности идти, я не говорю о том, что мы слышим идти как динамика, это необходимо, я имею в виду географическое перемещение. Почему? Потому что две тысячи лет назад, когда человек шел с топориком в джунгли, он прошел там 20 километров, он уже миссионер, он много усилий потратил. Сегодня мы садимся в самолет и через 10 часов мы в другой части мира. И то, что я сел в самолет и переехал, это еще не означает, что я миссионер. Я пошел, причем очень легко пошел, массу границ сразу прошел. Второй момент здесь, друзья, мы осознаем, что мир вокруг нас, он стал тесным общежитием. Из-за интеграционных процессов, чтобы найти буддиста, мусульманина, синтоиста, джайниста, мне не обязательно ехать в Индию, в Африку, они среди нас. Интеграция, мир сделала тесным общежитием. И сегодня благая весть это не столько провозглашение, сколько по большому счету посредничество. Находясь в этом контексте, я посредник между Христом и Его Царством и людьми, которые меня окружают. И я могу никуда не ехать, преодолевая географические расстояния, но я нахожусь в этом контексте и уже эти люди возле меня. И поэтому вот здесь возникает другой вопрос, способность научить, которая должна вписаться в более широкий миссиологический концепт. Из-за того, что мир стал по большому счету универсальным и границей стерт, это не отменяет необходимости географического миссионерства. Географическое миссионерство, то есть те, которые меняют культуру и едут, такие миссионеры должны быть, но вся церковь вовлечена в миссионерское служение тогда, когда она понимает, что ее бытие, ее ДНК, оно миссионерское и по большому счету миссия это способ присутствия церкви в мире, а не особенная деятельность отдельных людей церкви. Еще раз, миссия это не специфическая деятельность отдельных людей церкви, вот тот то делает, тот делает, тот то. Миссия это способ присутствия церкви в мире. Я выбираю такой способ присутствия, который являл бы Христа. Еще одна мысль, может она вам и не понравится, Я вначале сказал, что мне кажется, что люди на постсоветском пространстве, они слишком церковно-центричны. Во многих церквях духовность оценивают по присутствии на богослужении. Если ты есть на богослужении, скорее всего, что у тебя все хорошо. Если у тебя на служении нету, какие это проблемы? Друзья, а почему бы не предположить, что когда человек не на служении, возможно, он в это время находится в миссиологическом столкновении. Мало того, графики многих церквей перегружены. Мы знаем церкви, которые не так большие, но у них 7 событий в неделю. И возникает вопрос, а когда же мне, собственно, влиять на этот мир? Когда меня каждый вечер зовут пределы культового сооружения, и я не могу повлиять, потому что у меня элементарно времени нет. Друзья, я это пережил недавно в апреле, у меня был день рождения, у меня жены родители православные, и мы их пригласили на мое день рождения. С двух часов началось, два часа первые мы говорили о политике, они с детьми нашими игрались. И где-то в полпятого началось миссиологическое столкновение. То есть до этого это все было прелюдия, это часть тоже большой миссионерской программы. В полпятого, это торт, это все часть миссионерства и так дальше. И только потом началось столкновение. И тут я только начал, смотрю, без десяти пять. Я должен в пять часов быть на служении, потому что там я должен распорядиться, как оно должно происходить. И передо мною кризис. А где сейчас мое служение? Тут, где моя теща пришла. Вы знаете, что миссия для тещи, это особая миссия. У нас даже эта песня, если пришла беда, это песня о тещи. Кто вам, скажите, поможет? И вот она пришла, вот муж пришел ее, то есть мой тесть. И мы два часа провели в подготовке к этому. Мы же не даром на торт вытрачались. Мы не даром вот это все готовили. И в десяти пять, я смотрю, у меня выбор. Я только начал с ними. По-настоящему начал. И мне надо бежать в церковь. Где моя церковь сейчас? Где моя миссия сейчас? Я вышел, попросил извинения, позвонил братьям и сказал, братьям, у меня тут миссиологическое столкновение с тещей, с тесте. Пожалуйста, вы проведите без меня вот это собрание. А я буду здесь. И до семи или до восьми часов мы имели там общение. И я вот почувствовал то, что Билл Хайблс говорит, это церковь. То есть для меня вот там сейчас я должен был быть. Но я думаю, если наши служения перегружены, и человек постоянно на служении, на служении, на служении, на служении, и это называют служением, но если он в шесть часов вечера в среду не пришел на богослужение, не дремает там под балконом, а даже хорошо делает деталь на станке, возможно, он еще и вербальный аппарат не включает, потому что когда я хорошо делаю деталь на станке, я уже частично миссионер, потому что побуждение мое делать эту деталь хорошо, это то, что сказал Христос. Едите ли, пьете ли и все остальное. Разве я не служу тем, что я делаю хорошо деталь, но я мотивирован правильными вещами? Мыс недавно сказал на одном совете пресс-фитеров, один пресс-фитер поднял руку и говорит, вы придумали хорошую отговорку для наших бездельников. То есть людей, которые среди недели не ходят на богослужение, они, собственно, заняты другими вопросами, а теперь они получат вот сакрализацию ихнего поведения. Они скажут, я в миссионерском столкновении, пастор. Некоторые уже сталкиваются так месяц-два, то есть по местной общине их нету, они где-то заняты, вроде Христа несут. Эта модель ни в коем случае не умаляет церковь, потому что рано или поздно мы почувствуем, что нам надо сила Бога, которая приходит через наше богослужение, или через наше, точнее, собрание. И я не смогу быть эффективным в миссионерском столкновении, если я не буду на служении. Но моя практическая такая теза, тезис о том, что нам действительно надо пересмотреть церковные графики и подумать о том, что нам надо время для того, чтобы внешне влиять на этот мир, а для этого надо время, и нам надо уменьшить количество служений и увеличить их качество. При этом нам надо подумать не о том, как будет вот сцена на сцене клирики, а здесь прихожане, и клирики удовлетворяют прихожан. Нам надо подумать, как вся церковь будет сценой для этого мира. И это разный подход. Сцена в церкви и прихожане, которые сидят, и клирики удовлетворяют религиозные потребности прихожан. И церковь как сцена для всего этого мира. И это меняет наше мышление. Это по-другому заставляет нас строить служение, литургию и так далее и тому подобное. Отсюда, друзья, возможно, есть смысл все-таки подумать о том, что служение это больше, чем нахождение в культовом сооружении. А раз это больше, чем нахождение в культовом сооружении, то я должен являть Христа миру вне. Понятно, что родится много богословских вопросов. Например, является ли только церковь миссией Бога на этой земле? Или, возможно, у Бога есть другие организации в этом мире, которые являют Его миссией? Это вопрос очень непростой. Другие вопросы теологически сегодня очень дискуссионны. Но как бы там ни было, друзья, нам надо время для миссионерства. И мы понимаем, что миссия – это не просто я 20 минут выделил и что-то сказал. Я должен пить торт из печи, а это время. Я должен о политике поговорить. Это святое сегодня. Надо тоже время. Там много времени. И только на определенном перекрестке я почувствовал. Особенно если я понимаю стратегию свою. И я иду, и я открываю свой вербальный аппарат, и я начинаю что-то говорить. Друзья, и пару практических советов перед тем, как у вас, возможно, будут вопросы. Друзья, сегодня мы, по большому счету, не имеем права использовать в большинстве случаев дедуктивные методы евангелизма. Нам нужен индуктивный метод. Дедуктивный метод – это время Средневековья, когда люди говорили общее выражение, люди в них верили, потом под эти выражения подставляли примеры, и выводилось новое знание. Помните, вот самый известный дедуктивный пример там? Все люди смертные. Потом подставляется. Сократ – человек, черта – Сократ смертный. Новое знание не противоречит первому дедуктивному тому, что все люди смертные. Постмодернист он не любит, когда его грузят общими выражениями. Он любит индукцию. Мне не обязательно говорить, что все люди смертные. Я должен говорить, ну смотри, с моего класса Ваня умер, Петя умер, тот погиб, тот до наркотиков. И ты замолкаешь, и этот твой собеседник говорит, все люди смертные. Дедуктивный метод предполагал монолог, в то время как индуктивный метод предполагает диалог. И наш метод, когда мы говорим уже о евангелизме, нам очень важно строить короткие послания, предлагая собеседнику самому сделать вывод, и не открывая истины до конца этого послания. Дедукция предполагала, что мы тезис изначально говорим, потом его обосновываем. Индукция предполагает, что я веду своего собеседования в поиске истины и не открываю окончательного знания до самого конца моей беседы. При этом моя беседа короткая. Друзья, сегодняшние евангелизационные служения, четырехчасовые, надо явно трансформировать. Потому что когда человек на четырехчасовом евангелизационном служении, у него мысль, когда оно закончится, и как мне больше сюда никогда не попасть. Но очень важно сделать емкие, короткие служения, культивируя внутри человека желание прийти еще раз. Возможно, не до конца договаривая ответ, который будет. Это то, что мы называем индуктивный подход в евангелизме. И еще очень важно, друзья, в нашем контексте, сейчас это очень остро, не надо критиковать открыто другие динаминации. Я сам столкнулся с таким, уехал в поезде, бабушка одна, с Полтавской области, начинает жаловаться на своего сына. Она ему всегда растила свинью дома. Теперь, говорит, он пошел к адвентистам сегодня, седьмого дня, им свинину кушать нельзя. И она говорит, вы представляете, я для него выгодывала свинью, старалась все время, а он мне говорит, а мне религиозные взгляды не позволяют, я не возьму. Она говорит, он мне в душу плюнул. Я день и ночь ходила возле этого кабанчика, я так растила с любовью, а он не взял. И надо же, меня понесло. Я начал рассказывать, там ветхий завет новый, то, что адвентисты, они не совсем правильно к этому подходят, и так далее, и тому подобное. И тут она останавливается, такая тишина, она говорит, а вы что-то против моего сына имеете? Вы понимаете, я попал. Я так раскритиковал адвентистов, что она в этом увидела наезд на ее сына, и она уже отождествила себя с ним, и я уже стал оппонентом. Я оправдывал ее, я вроде как жалел ее усилия вокруг этого кабанчика, а оказалось, что я, и я тогда для себя еще раз понял, что я не могу критиковать. Я должен говорить с позиции духовности, а не с позиции конфессии. Я должен говорить с позиции Христа, а не с позиции динаминации. И это очень важно. Итак, друзья, сделаем вывод. Ключевой вывод состоит в том, что миссия – это не специфическая деятельность отдельных людей в церкви, а это способ присутствия церкви в мире. Нынешняя церковь, она не спасается от мира, она мир спасает. И спасая мир, она тоже нуждается в том, чтобы ее стержень, ее внутренность, она была наполнена благодатью. Но мы должны пересмотреть наш подход к построению нашей церковной жизни. Достаточно ли у нас времени для того, чтобы нам миссионерствовать? Не задействована ли в миссии часть нашей церкви? Понимает ли церковь, что она не может посылать миссионеров, потому что она вся послана? И что миссионерство – это не обязательно куда-то ехать. И другие выводы, которые могут следовать со всего этого. Хорошо, друзья, спасибо вам за внимание. Очень просто я постарался, как мне кажется, объяснить вам эту непростую, собственно, концепцию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!